Новые очистные в Барышевском районе ждали больше 10 лет. Насосные станции и канализационные сети давно пришли в негодность. Финансирование на реконструкцию удалось получить благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги». Однако подрядчики не спешили приступать к работам. Губернатору начали поступать многочисленные жалобы на срывы сроков. Поэтому, находясь в муниципалитете, Алексей Русских заглянул на стройку и устроил настоящий экзамен подрядчику. Когда срок поставки будет? Срок поставки сейчас прокладки прошли, ждем от них проекта. Ну, с анонсованием проекта. Вы только мне не верите сейчас, потому что все равно все вылезет наружу. Понятно. Сейчас на объекте роют котлован для очистных и проложили трубопровод. К ноябрю объект должен быть сдан в эксплуатацию. Гатки работают? Синевые гатки есть. Есть? Есть, я предоставлю. Да, да. Мне разные среди докладывают, как работы ведутся. Потому что мне поступают сигналы, что здесь не все так хорошо и по срокам ни на месяц, ни настаёт гораздо больше. В селе Водораск тем временем строят жилой корпус с пищеблоком дома-интерната для престарелых и инвалидов. Объект рассчитан на 270 мест. Техническая готовность – 68%. Тихоньку работа идёт на 270 мест. Дизайн-проект сделали. Вот сейчас тоже разговаривали с подрядчиками Алексея Юрьевича. Здесь тоже у нас предусмотрен зал для занятий и досуговая комната для организации досуга. Конечно, бы хотелось, чтобы это всё было вот так вот красиво и комфортные условия проживания созданы. Сейчас вот переговорили с Канилем Ромисовичем, как они дойдут до отделки уже внутренней. Строители занимаются электромонтажными работами. Объект должны сдать до конца года по нацпроекту «Демография».